Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый шнур с бусинками. Для работы нам понадобится моточек пряжи, крючок и бусинки. Начинаем работу с одной воздушной петли. Выполняем одну воздушную петлю и ее подтягиваем. Она у нас с вами в работе участвовать не будет. Далее мы с вами выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. И выполняем 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполняем 2 накида на крючок. Вводим крючок в четвертую петлю от крючка. Выполняем незавершенный столбик с двумя накидами. Далее выполняем еще один столбик с двумя накидами. Провязали. И теперь все петли на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее выполняем 2 воздушные петли. И теперь нам с вами понадобятся бусинки. Мы с вами выполняем накид на крючок. Далее на крючок одеваем бусинку. Придерживаем аккуратненько. Вводим крючок в ту же воздушную петлю, куда провязывали столбики с двумя накидами. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее и через петлю, и через бусинку. Вытянули. Теперь опять захватываем рабочую нить и вытягиваем через петлю и через накид. Вытянули. И теперь 2 петельки на крючке провязываем вместе. Далее выполняем 2 воздушные петли. Бусинки нам с вами уже не нужны. Мы можем пока их отставить. И выполняем 3 столбика с двумя накидами с общим основанием и общей вершиной. Выполняем 2 накида на крючок. Вводим крючок в воздушную петлю. Захватываем рабочую нить. И выполняем незавершенный столбик с двумя накидами. Первый. Далее выполняем второй такой же столбик. Далее выполняем третий точно такой же столбик. Теперь все петли на крючке провязываем вместе. Выполнили. Наш с вами ряд завершен. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Далее мы с вами работу переворачиваем. Перевернули. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И будем выполнять первый лепесток. Провязываем 3 столбика с двумя накидами под арочку из 2 воздушных петель. Провязываем первый столбик с двумя накидами. Далее второй столбик с двумя накидами. И далее провязываем третий столбик с двумя накидами. Выполнили. Выполняем 3 воздушных петли и закрепляем их столбиком без накида под эту же арку. Провязали. Наш с вами первый лепесточек готов. Приступим к выполнению второго лепестка. Выполняем 3 воздушные петли. И под эту же арку провязываем столбик с двумя накидами. Провязали. Далее еще один столбик с двумя накидами. Мы провязываем верхушку столбика с накидом, который мы с вами выполняли с бусинкой. Его верхушечку провязали столбик с двумя накидами. Выполнили. И следующий столбик с двумя накидами провязываем под уже следующую арку из 2 воздушных петель. Провязали. Далее выполняем опять 3 воздушные петли. И закрепляем их столбиком без накида под эту же арку. Наш с вами второй лепесточек готов. И приступим к выполнению третьего лепестка. Выполняем 3 воздушные петли. Под эту же арку мы с вами будем провязывать 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй и последний, третий. Провязали. Еще один четвертый столбик с двумя накидами мы будем провязывать в верхушку столбиков, которые мы провязали в предыдущем ряду. Вводим крючок и провязываем. Наш с вами последний третий лепесточек готов. Так наш цветок выглядит с изнаночной стороны. И теперь мы с вами работу переворачиваем. Так наш цветочек выглядит с лицевой стороны. Далее выполняем одну воздушную петлю. Пропускаем верхушку первого столбика. Верхушку следующего столбика выполняем соединительную. Далее выполняем 3 воздушные петли. Пропускаем верхушку столбика и верхушку следующего столбика предыдущего ряда опять выполняем соединительную. Работу разворачиваем. Теперь под арку из 3 воздушных петель выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее выполняем 2 воздушные петли. 1, 2. И под арку будем выполнять 2 столбика с 2 накидами незавершенные. Выполняем. 1 столбик с 2 накидами. И второй столбик с 2 накидами. Выполнили. Все петли на крючке провязываем вместе. Выполняем 2 воздушные петли. И теперь нам с вами нужно выполнить столбик с 1 накидом с бусинкой. Если мы с вами будем выполнять как и ранее, у нас бусинка с вами будет на изнаночной стороне. Что нам с вами нужно сделать? Мы с вами выполняем накид на крючок. Все делаем как и ранее. Одеваем бусинку на крючок. И теперь обратите внимание, я разворачиваю работу на лицевую сторону. Немножко отгибаю. Ввожу крючок под арку из 3 воздушных петель. Вот хорошо видно. То есть я крючком ввожу ее как бы с изнаночной стороны. Вытягиваю рабочую нить. Далее протягиваю как и ранее через бусинку. Провязываю воздушную петлю и накид. И провязываю 2 петли на крючке. И теперь работу разворачиваю. Мы возвращаем нашу бусинку. И хорошо видно, она у нас с вами идет по лицевой стороне. А мы с вами продолжаем работу. Делаем 2 воздушные петли. И под нашу арочку из 3 воздушных петель будем провязывать 3 столбика с 2 накидами. Выполняем 1 столбик с 2 накидами, не довязанный. Далее 2 столбик с 2 накидами и 3 столбик с 2 накидами. Все петли на крючке провязываем вместе. Наш с вами ряд завершен. Хорошо видно, наша бусинка оказалась с лицевой стороны. Работу переворачиваем и продолжаем работу. Начинаем выполнение лепесточков. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И под арочку из 2 воздушных петель выполняем 3 столбика с 2 накидами. 1 столбик, 2 и 3. Далее выполняем 3 воздушные петли и выполняем столбик без накида под эту же арочку. Первый лепесточек готов. И далее выполняем следующий лепесток. 3 воздушные петли. Столбик с 2 накидами под эту же арку. Далее выполняем столбик с 2 накидами. Верхушку столбика с 1 накидом. И выполняем столбик с 2 накидами уже под следующую арочку. Далее 3 воздушных петли и столбик без накида. Второй лепесточек нашего цветочка готов. И приступим к выполнению последнего лепесточка. Выполняем 3 воздушные. Столбик с 2 накидами. Первый. Сюда же провязываем второй. И сюда же провязываем третий. Последний, четвертый столбик с 2 накидами выполняется в верхушку столбиков предыдущего ряда. Провязанных вместе. Наш с вами лепесток последний, третий готов. И вот такие красивые у нас с вами цветочки получаются. Работу разворачиваем. И как и ранее, выполняем одну воздушную петлю. Немножко подтягиваем. Пропускаем верхушку первого столбика. В следующий вводим крючок, выполняем соединительную. Далее 3 воздушных. Пропускаем верхушку одного столбика. В следующий столбик вводим крючок, выполняем соединительную. Работу разворачиваем. По дарочку выполняем столбик без накида. Далее выполняем 2 воздушные. Выполняем 2 столбика с общей вершиной. 2 воздушные. И выполним столбик с одним накидом с бусинкой. Выполняем накид на крючок. Одеваем бусинку на наш крючок. Вводим крючок под арочку. Захватываем рабочую нить. Протягиваем ее через бусинку. Далее захватываем рабочую нить. И протягиваем ее через петлю и накид. 2 петли на крючке провязываем вместе. Наша с вами бусинка ввязана. Далее выполняем 2 воздушные и опять 2 столбика. Прошу прощения, 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй и третий. Теперь все петли на крючке провязываем вместе. Ряд завершен. И мы можем с вами приступить к выполнению лепесточков. Работу разворачиваем. Выполняем 4 воздушных петли. Под арку провязываем 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Выполнили. Далее 3 воздушных. Столбик без накида. Опять 3 воздушных. Столбик с двумя накидами под эту же арочку. Далее столбик с двумя накидами в верхушку столбика предыдущего ряда. И еще один столбик с двумя накидами под соседнюю арку. Далее 3 воздушных. И столбик без накида. Второй лепесточек у нас с вами готов. И третий лепесток. 3 воздушных. 3 столбика с двумя накидами под эту же арочку. 1, 2, 3. И последний 4 столбик с двумя накидами выполняем в верхушку столбиков предыдущего ряда. Все 3 лепестка готовы. Работу переворачиваем. И теперь мы с вами выполним еще одну арочку. Для этого мы выполняем воздушную петлю. Пропускаем столбик. Следующий вводим крючок. Выполняем соединительную. 3 воздушных. Пропускаем столбик. Следующий вводим крючок. Выполняем соединительную. И работу разворачиваем. И еще раз повторим, как вязать бусинку по изнаночной стороне. По дарочку. Вводим крючок. Выполняем столбик без накида. Далее выполняем 2 воздушные. 2 столбика с двумя накидами. И 2 воздушные. Теперь мы с вами будем вязать бусинку по изнаночной стороне. Мы с вами выполняем накид на крючок. Далее одеваем на крючок бусинку. Аккуратненько придерживаем. И работу разворачиваем. Отодвигаем немножко наши столбики. Вводим крючок под арку. Вытягиваем рабочую нить. И эту петельку протягиваем через бусинку. Далее обыкновенно провязываем воздушную петлю и столбик с накидом. И 2 петли на крючке. Выполнили. Работу разворачиваем. Поправляем. И вот наша бусинка стала на место. Как положено, хорошо видно. Она у нас с вами идет по изнаночке. Вязана аккуратненько. А сама бусинка идет по лицевой стороне. Далее выполняем 2 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем 3 столбика с двумя накидами. Провязываем 1 столбик, не довязанный с двумя накидами. 2 и 3. Все петли на крючке провязываем вместе. Еще раз смотрим изнаночную сторону нашей работы. И переворачиваем. Вот хорошо видно. Все бусинки у нас с вами идут по лицевой стороне. Далее мы продолжаем работу. Выполняем лепесточки, как это выполняли и ранее. Вы можете выполнить такой шнур необходимой вам длины. Мы с вами научились вязать красивый шнур с бусинками. Так наш шнур выглядит по лицевой стороне. Еще раз давайте посмотрим. Хорошо видно по изнаночной стороне бусинок. Нету, их не видно. Так наш шнур выглядит с лицевой стороны. На сайте sharu.ru вы увидите много новых, интересных, подробных мастер-классов. Творческих вам успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!